Переходим к нашему очередному докладчику, с вашего позволения. Я хотел бы представить известного на телерынке специалиста по эфировому планированию и организации телетрансляций. Это тот самый человек, который с момента организации ВГТРК телеканала «Спорт», с момента запуска его на протяжении 7 лет, был программным директором. Андрей Юрьевич Вазиан, прошу любить и жаловать. Тема доклада – способен ли спортивный канал самостоятельно генерировать контент? Пожалуйста, вам слово. Всем добрый день. Действительно, тяжелый был такой переход, в общем-то, с большого канала как спорт. Где было все, где были все возможности. Тяжелый имеется в виду с точки зрения адаптации к нишевому каналу. Сейчас я главный редактор телеканала «MMATV.com». Это в прошлом мы сейчас обсудили ребрендинг телеканал «M1 Global». Поэтому у меня есть возможность сравнивать, какие есть потенциальные ресурсы у большого канала, у нишевого канала. В общем-то, это четко вписывается в тему нашего сегодняшнего разговора. У меня есть желание и возможность на примере конкретного кейса, как сейчас модно говорить, рассказать о том, как мы от вынужденной ситуации заполнения эфира пришли к серьезному проекту, за который не то, что не стыдно, а, в общем-то, можно и себя похвалить. Примерно года полтора назад мы столкнулись с тем, что количество событий, которые проводила лига «M1 Global», а мы до недавнего времени были монобрендовым каналом, мы показывали только события этой лиги. Так вот, количество событий, которые проводила лига, стало немножечко сокращаться в силу разных причин. И, в общем-то, как чисто телевизионная логика, подсказывает, что зритель, не получая необходимое количество прямых трансляций, не получая необходимое количество свежих эфиров, в общем-то, будет разочарован. А значит, его будет сложно удерживать. У нас канал, вот здесь необходимо подчеркнуть, почему нам пришлось решать сложную задачу. У нас канал немножечко уникальный. Дело в том, что мы вещаем на территорию всего мира, мы вещаем на двух языках. Не так просто, коллеги, кто имеет дело именно с правами телевизионными, поймут меня, не так просто получить права на события на весь мир без ограничения по языкам. Никуда не денешься, нам не подходят региональные права, мы не можем кусочками выцепить, допустим, территорию Российской Федерации, закрыть на остальные территории. Нам необходимы права, полностью идущие на весь мир с полным покрытием. И мы стали думать, наверное, нам придется генерить свой контент. Но что это значит? То есть не снимать программы, не снимать студийные какие-то передачи, потому что это очень дорого, это по большому счету бессмысленно, потому что на спортивном канале, давайте понимать, цинично зрителя интересует только трансляция. Все остальное – это украшение, это просто небольшое развлечение. И вот, собственно говоря, раскладывая этот пазл, мы нашли для себя следующий алгоритм. Дело в том, что есть огромное количество в мире лих промоушенов, как региональных, так и мощных. Ну да, вот сегодня упоминался Олимп в виде UFC, есть Олимпики чуть поменьше, BFL, BELATER и тому подобное, 1FC, есть российские региональные лиги. Но опять-таки, покупка прав – это не вариант, потому что никто не даст права на весь мир. Но при этом мы сообразили, что вокруг есть огромное количество клубов, которые проводят свои региональные, местные, даже городские соревнования, привлекая там бойцов из других городов. Просто для того, чтобы их бойцы могли набрать себе рекорд, попробовать себя, продемонстрировать себя. И все это транслируется в YouTube. Мы пообщались с клубами, предложили следующую схему сотрудничества. Мы объединяем отдельные турниры под некий зонтичный бренд. Таким зонтичным брендом стала MMA-серия. Мы вкладываемся в улучшение телевизионной картинки, мы приносим некие технологические решения. Выстраиваем единый календарь и получаем, соответственно, в обмен права на этот турнир, на показ на весь мир без ограничения. Путем не очень длинных переговоров мы поняли, что схема рабочая. А тут еще и коронавирус. Нам, как говорится, в помощь неожиданно. Хотя его все ругаем, но вот в данном случае критическая ситуация позволила нам встряхнуть себя и взяться за дело. Мы первый турнир провели в марте прошлого года. В апреле все было закрыто. И мы поняли, что зрителям очень скоро надоест архивный канал. Ну, тут помогла Белоруссия, где в отличие от других стран события проводились. Все это помнят. Белорусский футбол, главный футбол на планете был в то время. Мы пообщались с белорусскими клубами, провели несколько турниров, 4 турнира по ММА в Белоруссии в рамках нашей ММА-серии. Дальше уже подключились российские клубы. В общем, мы таким образом вышли на очень хороший ритм 2 турнира в месяц. В прошлом году так получилось, что наша серия стала самой активной в России, уж точно подозревая, что и в мире, учитывая, что все были в простое. Собственно говоря, несколько слов о том, что же такое для нас стала эта ММА-серия и каким образом она является ярким примером, что нишевый канал может самостоятельно сгенерить контент. Надо просто перед собой ставить реальные цели, реальные задачи. Мы честно себе признаемся, что мы не лига, не промоушен, что это не бойцы, бьющиеся за самые вершины мирового рейтинга. Это бойцы, которые хотят показать себя. Это бойцы, которые хотят заявить о себе. У нас есть в основном две категории бойцов, которые с нами сотрудничают. Это люди, которые либо только дебютируют, либо люди, которые в силу разных причин остались без контрактов и им необходимо о себе постоянно напоминать. Но тем не менее, через наши турниры прошло большое количество интересных бойцов. Есть люди, которые за год провели по восемь боев. Кто примерно имеет понимание, что такое ММА, осознает, что это очень высокий уровень таких пару человек. В общем-то, теперь самое главное, то, о чем я хотел сказать. Дело в том, что как только мы получаем в свои руки этот проект, мы понимаем, что мы из него, как из пластилина, можем лепить все, что угодно. То есть, соответственно, мы взяли скелет. Это серия турниров. Мы подтянули партнеров, которые занимаются статистикой. У нас появилась статистика. Мы, соответственно, обеспечили сопровождение в соцсетях. У нас есть сайт. Мы обеспечиваем промо-компанию. И мы понимаем, что этот продукт становится интересным не только нашему телеканалу. Таким вот для нас важным моментом, показавшим востребованность, стал контракт с североамериканскими компаниями, которые с удовольствием уже на протяжении года показывают наши турниры. Технический охват, так получилось сейчас на североамериканском континенте, у нас будет даже побольше, чем на территории России. Понимаю, что коллеги, имеющие четкое понимание термина технический охват, могут улыбнуться. Но это единственное, чем мы можем сейчас оперировать, вот это техническое проникновение. Соответственно, это нам платформа для наших будущих шагов. Собственно говоря, вот год существует проект. Проект из попытки создать какой-то контент, чтобы, ну скажем так, дать зрителю трансляции, превратился в мощнейший спортивно-технический агрегатор. Мы работаем когда с клубами, мы предлагаем клубам фактически набор услуг. Говорим, ребят, вы приходите к нам с вашим турниром, вы попадаете в календарь. Рядом есть такие же клубы из других городов. Вы можете перекрестно в этом календаре выстроить участие своих бойцов в домашних турнирах, выездных турнирах. У нас есть партнер, который считает статистику в режиме онлайн, вы видите статистику по своим бойцам. Мы обеспечиваем поддержку промотирования ваших бойцов, мы обеспечиваем единую стилистику, мы обеспечиваем единый календарь. Мы обеспечиваем для ваших потенциальных рекламодателей и спонсоров эфир. Собственно говоря, вырастает монетизация ваших рекламных и спонсорских контрактов. Вот эти основные 4-5 пунктов это то, что и является, ну скажем так, преимуществами взлетевшего проекта. В этом году мы сочли возможным номинировать наш проект, заявить его на премию Marspo в категории работа лучшего телевизионного канала спортивного клуба или организации. Мы стали лауреатами, мы вторыми были за телеканалом клуба хоккейного «Авангард». Ну в общем-то мы считаем это серьезное достижение, мы считаем, что это серьезное признание. Я только хочу еще заметить, что вот этот год нас научил тому, что не надо бояться. Я опять-таки вернусь тому, что я работаю на канале «Спорт», в общем-то в моем понимании всегда было, что права – это надо что-то покупать серьезное, надо покупать красивое, надо покупать хорошо сделанное. Нишевому каналу не надо бояться. Нишевому каналу надо создавать свое, делать это смело, и оно начинает работать. Вот эта смелость, она вознаграждается. Это, пожалуй, главный вывод из этого года, потому что здесь сегодня говорили о технологических возможностях. Смотрите, как выглядит наша трансляция. На самом деле понятно, что на площадке мы работаем либо с ПТС, либо с раскладушкой. Мы получаем сигнал в нашей студии. Мы его отдаем. То, о чем мы не могли мечтать 20 лет назад. Комментатор должен был быть либо на площадке, либо здесь. Мы отдаем сигнал нашему комментатору, находящемуся в Англии, он комментирует, мы получаем английскую звуковую дорожку, задержка доли секунды. Ну, в общем-то, кто 20 лет назад имел отношение к телевизионному продакшену спортивному, ну, кто-нибудь рассказал 20 лет назад, я бы не поверил, я бы рассмеялся, что так возможно. При этом мы тут же параллельно отдаем сигнал нашим партнерам, находящимся в Перми, которые обсчитывают статистику в режиме онлайн, задержка доли секунды накладывается нами, мы через IT получаем всю необходимую статистику. И мы от себя раздаем сигнал в эфир телеканала на нашу пей-пер-вью платформу на сайте нашим зарубежным партнерам, которые транслируют у себя на своих платформах. То есть, собственно говоря, скажу честно, не такие большие технологические затраты по сравнению с… у нас, возможно, намного меньше, чем у канала «Спорт», нынешнего канала «Матч» и тому подобное. Но, тем не менее, вот еще раз подчеркну, не надо бояться, надо смело заниматься проработкой проектов и степ-бай-степ выходить на решение. И, скажу честно, проект, за который мне стыдно, проект, который получился, проект, который оценен коллегами, как телевизионными, так и спортивными. Ну, пожалуй, я, наверное, дальше лучше предложу ответить на вопрос. Да, интересный доклад очень о собственном проекте. У меня сразу будет вопрос, Миша, можно я задам, потому что мне сейчас нужно будет несколько доехать в одно место. Я послушал доклад докладчика, очень интересная вещь. Хочу, могу только сказать, предложить одну вещь. Я этого не говорил в докладе своем. Арфрестлинг имеет математическую модель рейтинга. Она называется Unified Rating of Professional Art Wrestling. Математическую, с учетом всех поединков, кто с кем дрался, сколько выиграл, раундов, сколько проиграл. ТКО, все, короче говоря. У нас эта модель есть. И если вы бы хотели бы ознакомиться с ней, мы могли бы вам предложить готовую модель. Вы увидите, вам не нужно считать автоматически. Человеку, который сидит и автоматически что-то там считает. Оно считает все, точнее, физически. Автоматически этот рейтинг считает. Мы работали над ним, чтобы вы понимали, полтора года. Полтора года наши программеры, у нас есть еще и программный офис, работал над этой моделью. Просчитано все до мелочей. Выставлена полностью структура. Кто с кем может бороться, кто с кем не может бороться. Переход с категории в категории и так дальше. Вот такая вещь у нас есть. Я не знаю, не ознакомлены с вашей моделью, но у нас такая модель есть в Арбраслине. И мало кто о ней знает. Может быть, еще. Вот так. Спасибо за информацию. Будем иметь в виду, потому что, как говорится, посмотреть на опыт коллег всегда полезно. Тогда добавлю, что вместе с нашими коллегами, кто нам считает статистику, мы создаем статистическую базу. Как раз создаем модель оценки бойцов, в том числе с привлечением экспертов, независимых, профессиональных судей, которые не работают на этих поединках, а работают как бы для нас, мы сейчас готовим специальный продукт. Он фактически уже готов. Мы прорабатываем с беттинговыми конторами вариант сотрудничества. Мы предлагаем беттинговым компаниям возможность подключения к этим статистическим нашим сервисам, потому что для них, насколько мы понимаем, главная проблема в ставках на ММА – это то, что отсутствует информация, отсутствует статистика. Мы специально изучали этот вопрос. На самом деле в мире ставки на ММА только идут на самые крупные, на самые большие промоушены. На более мелкие региональные промоушены, к сожалению, есть проблема. Именно потому что люди не готовы давать аналитику, не готовы отвечать за свои коэффициенты, потому что нет статистики. Мы сейчас пытаемся прорвать вот эту плотину, но как бы этот продукт тоже у нас на выходе. Это еще один из результатов нашего проекта. Ну, я только предлагаю вам ознакомиться, если вас заинтересует, потому что я еще раз повторяю. У нас математическая модель, не там объективно-субъективная, а математическая, которая позволяет и команды затягивать, и спортсменов затягивать, и даже рефери учить, надавать им квалификации и тому подобное. Так что она создавалась, кстати, собственно говоря, для этого. Мы создавали ее и под стронгмен, и под арбрестлинг, и знали, что появится, может быть, какой-то ММА. И это способ, чтобы вы держали эти все команды или вот эти организации раздробненные просто под одной крышей. Я не говорю под контролем прямо, а под одной крышей. А вот вы там есть? Ой, а мы там нету. Вот вам нужно туда зайти. Понимаете? Это очень важно. Вот. А вот и они же сами потом берут, делают скриншоты, присылают по фейсбуках, по инстаграммах, рассказывают, вот смотрите, я вот занимаю там такую-такую позицию, там то-то-то. И в этой позиции нажимаешь, смотришь, сколько провел боев, с кем, чего, как. Это все происходит математически, в этой математической модели все уложено. Интересная вещь. Спасибо. Я извиняюсь, Миша, мне нужно отойти, будет на 15 минут. Да, посмотришь записи, еще докладчик будет. Да, да, спасибо большое. Спасибо. Так, Андрей, разрешите вопрос. Да. Что говорят зарубежные партнеры, владельцы канала? Какой успех этой серии в России, которую вы организовали? Какие, может быть, рейтинги? Мерится это как-то или нет за рубежом? Ну, о рейтингах мы говорить не можем. У нас нет таких цифр, да, сейчас. Ну, на самом деле, для нас самым важным показателем является то, что коммерческие каналы, даже не каналы, коммерческие платформы, год назад, взяв наши трансляции, ну, давайте так, не отказываются от нас, с удовольствием продолжают сотрудничать. Они, вы понимаете, да, если бы это было неинтересно, не было востребовано, они бы просто перестали с нами работать. Мало того, мы огромные усилия действительно вложили в улучшение качества картинки, потому что, вот тоже важно подчеркнуть, это больше, наверное, не коллегам телевизионным, это больше коллегам из спорта, что качество телевизионной картинки, вот это то, на чем нельзя экономить. Это может сниматься условно тремя камерами, а не семью камерами, но свет, камеры должны быть качественными, потому что это вот наш опыт общения со всеми партнерами и потребителями. Я думаю, все, кто общался с потребителями, все скажут, что без этого нельзя. Картинка может быть с точки зрения количества камер попроще, спецэффекты могут быть попроще, графика попроще, но картинка должна быть качественной. Ну, вот поэтому я не скажу про рейтинги у наших партнеров. Для нас в данном случае показательный момент, что они не только не отказываются, они продолжают работать и расширяют, они подключают новые сети, кто готов нас реконслировать на северно-американском континенте. Тогда вопрос у меня, Андрей, еще один. Можно ли надеяться мордобойцам, как в телевидении их называют, появление других видов борьбы на вашем канале, какие-то блоки, включения, например, боевой самбо сейчас нас слушает, я точно знаю. Или у вас жесткий профиль, где ММА и все? Мы обсуждали эту тему, значит, вот, давайте так, никогда не говори никогда, но по состоянию на сейчас мы для себя выбрали принципиальную позицию. Мы рафинированный ММА. Только ММА, четко по правилам ММА. Никаких там кей-ван, никакого боевого самбо пока у нас не предвидится. Мы вот сейчас как раз проводим ребрендинг, именно даже в название вынесли мматv.com. Мы расширяем присутствие у себя других турниров, которые могут быть получены по правам удовлетворяющих нас. Это весь мир, все языки, ну, в данном случае русский, английский, у нас две дорожки, еще раз подчеркну. Но пока, пока, никогда не говори никогда, но пока только ММА. Ясно, спасибо, Андрей.